И все село знает, что это Юнус построил. ФСБшник, отвратительный, мерзкий тип, преступник. Я никак имею в виду его не оправдываю. Но это он построил мост, решил сделать благое дело для односельчан. Построил мост, там свои инициалы, все вроде бы. Думал, что будут его лавры. А нет, приехал ЧКТРК. Когда журналисты ЧКТРК грязные, приехали представители официальной власти и сказали, это благотворительность фонда Ахмата Кадырова. Вот благодаря Рамзану, Аймани мы построили вот этот мост. Все, вопрос снят. В теме про долги, которые погасили власти в Чечне. Те, кто не знает, что творится в Чечне, были в шоке, что вообще у нас люди вынуждены в долг покупать продукты в таком благополучном регионе. Кстати, меня тоже позабавили эти комментарии в основном россиян, которые писали, если в республике люди вынуждены брать в долг в магазинах, то это говорит о том, что там все очень плохо в целом у людей с деньгами. Но в продолжении этой темы я хочу зачитать сообщение, которое перед эфиром получил на благотворительной связи. Сегодня один из ближайших родственников человека, сам человек, приславший сообщение, живет не в Чечне. Он пишет, один из его близких родственников, который живет в Чечне, сообщил, как закрывались долги в магазинах. Оказывается, в магазин приходит человек и дает официально конверт с надписью «Фонд имени Ахмата» и говорит, что все долги отныне типа закрыты, а в конверте всего 16 тысяч рублей, в данном случае по крайней мере. В данном случае по крайней мере. То есть вот этому конкретному человеку принесли эту сумму. Остальную же сумму владелец магазина вынужден прощать должникам сам. Вот так обстоят дела. Ты правильно делал, что не верил. Я не удивлен абсолютно. Я даже знаю, как они поступили, вот прям как в воду гляжу. И они показушно перед камерами где-то реально закрыли долги. Несколько. В остальных случаях взяли и вот то, что ты говоришь, сделали. Отослали там какую-то сумму, сказали. Все, надо просить. Естественно, ты не скажешь, а нет, я не прощу. Ты прощаешь. А они потом рисуют какие-то цифры. Просто Кадырову послали цифры, сказали. Значит, 53 миллиона мы отдали. 43 миллиона, значит, купили одежду для малоимущих семей, детей из малоимущих семей. Почти на 100 миллионов мы провели акцию. А на самом деле, возможно, эти цифры, они могли быть взяты вообще с потолка, а могли быть взяты таким образом, что они у этих людей спросили, какую сумму вы людям закрыли долги. Те там дали, такую-то, такую-то вы закрыли. Они это скомпоновали. Их же обязали сделать подарки детям. Узнали, на какую сумму эти люди, обычные хозяева магазинов, сделали эти подарки, а потом выдали это за свою благотворительность. В чем проблема? Они берут государственную, какие-то государственные программы, государственный бюджет, выдают за собственную благотворительность. Почему мы удивляемся, когда они, как помощь людей обычно, выдают за свою благотворительность? Они за свою благотворительность выдают даже мечети, которые построены какими-то обычными людьми в своих селах. Вот, допустим, ты в своем селе решил построить мечеть, сделать благое дело. Мы знаем, что мечеть, которую ты построил, будет приносить тебе пользу, даже когда ты умрешь. То есть, после твоей смерти, люди, которые будут молиться в этой мечети, вознаграждение ты будешь получать за каждую из этих молитв. Это такая инвестиция до судного дня, очень благое дело построить мечеть. Вот кто-то решает, что он хочет сделать это благое дело в своем селе, построить мечеть. Он должен там согласовать, получить какие-то разрешения. И ему говорят, да, чувак, никаких проблем, строй мечеть, но для людей мы это покажем как благотворительность Ахмата Хаджи Кадырова. Ты понял? Он говорит, да. А что он скажет, что не понял? Конечно, понял. Строит и они это выдают. Причем они это делают не только с обычными людьми, они это сделали с Юносом Магомадовым. Помните в селении Алханюрт? Тот построил мост через реку, там соединяющий, по-моему, Алханюрт и Алханклуб. Построил мост, а те выдали это за благотворительность Ахмата Кадырова. Сказали, что вот, мол, это фонд Ахмата Кадырова построил мост. Хотя даже аббревиатура на этом мосту была из инициалов этого Юнуса. И все село знает, что это Юнус построил. ФСБшник, отвратительный, мерзкий тип, преступник. Я никак, имея в виду, его не оправдываю. Но это он построил мост, решил сделать благое дело для односельчан. Построил мост, там свои инициалы, все вроде бы. Думал, что будут его лавры. А нет, приехал ЧГТРК. Ну, журналисты ЧГТРК грязные. Приехали представители официальной власти и сказали, это благотворительность фонда Ахмата Кадырова. Вот благодаря Рамзану, Аймане мы построили вот этот мост. Все, вопрос снят. Они даже запрещают собирать деньги на благотворительность, на лечение и тому подобное, так как только власть может это делать. Ревнуют. В пословице русское написано «Голод не тетка», а они настолько неграмотные, что говорят «Голод не тетка». Да ладно, не придирайся. Это же ЧГТРК грязный. Ничего страшного. Редактор субтитров А.Семкин